Здравствуйте! Проходите! Здравствуйте! История этой московской квартиры началась за тысячи километров на Сахалине. Туда финансисты Ирина и Василия Фанасьевы уехали работать. Отдыхать иногда выбирались в Японию, где влюбились в местный минимализм и бетон. Его брутальный шарм взяли на заметку, а потом вместе с архитекторами Дмитрием Барьюдиным и Игорем Опариным сделали главным украшением нового 100-метрового пространства. Многие люди, которые приходят, они спрашивают, а вы их делали, эти стены? И вот почему вот эти дырки тут и так далее? Мы стены не делали, это то, что делали строители, они просто шлифовались и покрывались лаком. В общем, фактура первозданная, то, как было сделано при строительстве дома. А в компаньонке к бетону подобрали штукатурку, обычную гипсовую. Холодность и серость этой парочки смягчают высокие деревянные двери, а еще подчеркивают генеральную линию интерьера. Весь он сложен из вертикальных полос. Это дает высоту, конечно, да. То есть, когда люди заходят, они спрашивают, а сколько у вас высота потолков? Или вообще, например, здесь много архитектурных решений, которые позволяют расширить пространство очень сильно. Например, вот такое тоже решение, это зеркало. Как вы видите, оно тоже сделано в потолок. Это тоже плоскость, та же самая. Она расширяет пространство практически в два раза. Вертикали не только увеличивают, но и делят. Высокое зеркало – гостиную с прихожей, а бетонные пилоны – гостиную с кухней, где тоже царит японский дух. Проявляется он не столько во внешнем виде предметов обстановки, сколько в их отсутствии. Есть такая философия в аби-саби, когда используется только то, что несет какую-то функциональную нагрузку. Мы старались придерживаться тоже этого, и даже сейчас покупали любой какой-то предмет. Я вспоминаю о том, а будет ли он как-то функционально использоваться, и избегаю каких-то, может быть, слоников, вазочек. Тут даже столетние мерные стаканы с голландской барахолки. И кофемолка, найденная на токийском блошином рынке, исправно служит. Для всякой всячины Афанасьевы запланировали вместительную кладовку в прихожей. А архитекторы взяли и отрезали от нее львиную долю. Отвоевали у меня сантиметров 30, утешив меня тем, что сюда встает велосипед, например, если необходимо. Но сейчас я, в принципе, вижу, что действительно эти 30 сантиметров дают больше ощущения открытого пространства здесь. Тем не менее, объемная гардеробная. Здесь вот так вот взмахом руки включается свет. Волшебная дверь, которая, опять-таки, экономит пространство и выглядит интересно. Если мы ее закроем, немного отойдем и посмотрим, то это продолжает тему плоскостей, общий темп плоскостей в квартире. Пол авторы проекта хотели сделать ярким, с пестрым ковром из метлахской плитки. Но хозяйка предпочла дубовый массив. Коврам, тем не менее, место тоже нашлось. Один шерстяной сшит в технике пэтчворк из лоскутов старинных иранских полотен и украшает гостиную. Другой, керамический, устилает пол лоджии. Рисунок подсказали графические опусы Маурица Эшера, мастера оптической иллюзии. Плитка, она вся одинаковой ширины, но если смотреть по всей протяженности, то видно, есть эффект, что плитка расходится и сходится. Когда к нам приходят друзья, и мы здесь пьем вино, то бодрости добавляют. Конечно, да. За барным столом из Венге и дружеские посиделки проходят веселее, и дипломы пишутся более вдохновенно. Выпускная работа Ирины в британской высшей школе дизайна как раз посвящалась столярному производству, которое она, собственно, и открыла, едва закончив ремонт. Мы приехали выбирать дерево для нашей мебели, для квартиры, и я помню, как меня потрясло все, запахи невероятные, ощущения соприкосновений. То есть были штабеля с разными породами деревьев, это было и венги, это был орех, орех бывает американский, европейский, он очень красивый, он очень отличается, все породы отличаются друг от друга. И когда я находилась там, я подумала, что я очень хочу приехать еще раз, я очень хочу еще раз испытать эти эмоции. Теперь эмоции хоть отбавляй. И на работе, и дома, где деревянная мебель собственного производства проходит обкатку. Например, этот стол-трансформер на 12 персон. Здесь используются прекрасные две породы дерева, это американский орех и дуб. И вот мы сейчас видим, как здесь очень плавный-плавный переход от дуба к ореху. Вот такое впечатление, что здесь одно и то же дерево. Но механизм очень удачный, то есть его, в принципе, легко раздвигать, сдвигать, собирать, разбирать. Вокруг стола постепенно собирается интересная коллекция. Как сказал наш друг, интрига, какой же будет четвертый стул. Например, вот этот стул, его сделал Вячеслав Жуйков, тоже выпускник британской высшей школы дизайна. Дает жизнь старым винтажным предметам мебели. У этого конкретно стула была заменена сидушка на такую прозрачную, это его фишка. И еще один такой интересный, к сожалению, один мне всего достался. Я как Элочка-людоедочка на извозчике привезла этот стул один. Есть стартап, девушки распродают вещи из разорившихся ресторанов. Очень популярная тема, ее все очень любят. Он очень удобный, но холодноватый. То есть, в принципе, в теплое время года прекрасно. Все двери в квартире тоже самодельные. Чтобы сэкономить пространство в проходных зонах, поставили экспериментальные механизмы. В одной из детских роторный, а в ванной раздвижной. Обычно эти подвижные механизмы, дверь фактически работает как ширма. Эта дверь, она именно еще, сейчас я вам ее открою, вот. Она как бы сделана таким образом, что она изолирует звук. Вот видно с этой стороны тоже, если вы подойдете. Здесь сплошное полотно получается при закрывании. А затем, что не получается изготовить в собственной мастерской, Ирина отправляется на охоту. Трофеев много, каждый занимает достойное место. Подвесы в гостиной, люстра и бра в спальне, находки из интернета. Куплены на американской ярмарке ремесленников и благополучно пересекли океан. Стеллажи для книг и рабочий стол старшего сына Егора прибыли из Юго-Восточной Азии. Их делают на Бали из старых лодок. Здесь и в комнате младшего Степы в основном все белое, чтобы расширить небольшие, но все-таки отдельные пространства. Родителям важно было разделить двух совершенно разных по возрасту и увлечениям братьев. Правда, подолгу в спальнях никто не засиживается. Жизнь все равно перетекает в большую открытую гостиную. Мне хотелось бы получить интерьер, который гармонично смотрелся бы в беспорядке. То есть двое детей, мальчики, они все время что-то расшвыривают. И есть такой минимализм, который не допускает ручки, не допускает книги. Когда ты можешь просто... Когда ты не можешь, вернее, уже ничего. И также гармонично можно было бы нанизывать, добавлять в этот интерьер какие-то винтажные вещи, находки с блошиных рынков, потому что я сумасшедший фанат всего этого. И вот как бы одна из вещей... Доставшаяся по наследству зингеровская швейная машинка. Хозяйка превратила ее в столик для хранения ключей и очков. А стену при входе украшает большая фотокартина с видом Нью-Йорка. Это не одноразовый, не единовременный процесс, а процесс, растянутый во времени. Он, кстати, развивается вместе с нами тоже, когда у нас расширяется видение мира, расширяются как-то границы, и все это привносится в интерьер, как отражение нашей жизни.